Террористы 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 Второй БТР подбили с воздуха. Два, пытавшихся выбраться из него боевика, были уничтожены защищавшими КПП солдатами. Еще шесть тел потом обнаружили в самом бронетранспортере. Так что пока можно с уверенностью подтвердить гибель восьми террористов. Но из-за темноты и плохой видимости пока мы не можем сказать, сколько всего боевиков участвовало в атаке. Район по-прежнему полностью закрыт. Нападения боевиков поддержали их единомышленники из Газа. На поселение западного Негева обрушился град минометных снарядов и ракет. Но благодаря четкой работе системы оповещения никто из местных жителей не пострадал. Рано утром на КПП Краншалом прибыл начальник генштаба израильской армии, генерал-лейтенант Бенниган, с которой поздравил солдата-командиров с блестяще проведенной операцией. К его словам присоединился и следивший за боем в прямом эфире министр обороны Эхуд Барак. Судя по всему, к удару террористов израильтяне были готовы. Еще в прошлую пятницу МИД страны потребовал от всех находящихся на Синайском полуострове граждан еврейского государства покинуть опасный район. А армия надежно перекрыла дороги, ведущие к границам с Египтом и сектором газа. Днем с египетской стороны границы вновь послышались выстрелы. Но в Израиле режим повышенной боевой готовности уже отменен. Высокие гости разъехались по своим делам, солдаты вернулись к обычной службе. А в Кибуце-Краншалом, который находится всего нескольких сотен метров от КПП, где несколько часов назад шел бой, решили не отменять учебу. Впрочем, решение это, скорее всего, принято для безопасности детей. Ведь толстые стены местных школ и детских садов не могут пробить ни мины, ни ракеты. Сергей Гранкин, Семен Кациф, РТВА, КПП Краншалом, граница сектором газа.